Привет, это Олеся Мараховская, и сегодня мы продолжаем наши уроки по программированию для журналистов на языке Python. Сегодня поговорим о таком типе данных, как списки, как с ними нужно работать и где их можно применять. Списки — это то, с чем я в своей работе сталкиваюсь буквально каждый день, да и вы, кстати, тоже, возможно, вы просто об этом не догадываетесь, поэтому давайте разбираться. В предыдущих уроках моих коллег, когда они рассказывали про циклы и про строки, вы могли видеть вот такую вот штуку в квадратных скобках. Собственно, это и есть список. Что это такое, догадаться несложно, это ряд неких упорядоченных элементов. Можем с вами командой type убедиться в том, что это действительно список. Да, видите, лист на языке Python — это и есть список. Списки могут хранить в себе не только числа, как в этом примере, они могут содержать, например, в себе разные строки. Можем опять же проверить тип и убедиться, что это все еще список. Да, это так. Также списки бывают с разными элементами, то есть мы можем поместить в список как целое число, так и число с точкой, так и строчку. И даже сам список тоже может быть элементом списков, но об этом чуть подробнее позже. В Python есть специальные функции, как создавать, например, пустые списки, потому что сейчас мы создавали их сами вручную, но можно это сделать с помощью команды. Давайте придумаем название нашему списку, например, myList. И с помощью команды list мы создадим пустой список. Вот он появился. Еще можно использовать просто квадратные скобки, и опять же, получится ровно то же самое. Вот он, пустой список. Дальше мы научимся, как можно добавлять в него элементы и что с ним вообще можно делать с помощью Python. Давайте возьмем наш старый список, тоже назовем его myList для удобства. И с помощью изученных в прошлом уроке циклов мы сейчас будем перебирать каждый элемент в этом списке и проверять его тип. Поэтому пишем forL, то есть element in myList, print type L. То есть вы видите, что внизу у нас распечатался каждый тип каждого элемента в том порядке, в котором они у нас указаны. Чтобы понимать, какой тип к какому элементу относится, можем просто здесь же распечатать и наш элемент. Также, например, той же самой командой, что мы узнавали о длине строчки, мы можем узнавать и о длине списка. Команда len, и он нам вводит число 4, потому что именно 4 элемента содержатся в нашем списке. К этим элементам в списке мы можем обращаться по-разному. Например, если мы знаем порядковый номер этого элемента. или индекс. Например, я знаю, что порядковый номер строчки line. Здесь она третья, но если считать по-питоновски от нуля, то получается, что она вторая. И да, я обратилась к ней по индексу и получила в ответ именно этот элемент. Если, например, у нас очень много элементов в списке, и посчитать вот так вот глазами представляется невозможным, да и, собственно, зачем мы тогда вообще учимся программировать, если нам нужно читать что-то глазами, мы можем командой индекс узнать, какой порядковый номер у того или иного элемента. Сначала мы указываем лист, в котором мы хотим искать элемент. Потом пишем команду индекс. Элемент — порядковый номер, который мы хотим узнать. Например, мы хотим узнать, под каким номером у нас 1 и 4. И он мне возвращает единицу. То есть 0, 1 — это как раз тот самый порядковый номер. В случае с этой командой важно понимать, что если вдруг в вашем листе будет несколько одинаковых объектов, например, я сейчас добавлю еще один в конец, еще один элемент 1 и 4, да, вот он появился, то команда индекс все равно будет возвращать вам только первый элемент, который она вот такой встретила. Она не вернет мне индекс, например, уже последнего элемента. Также мы вот сейчас с вами, например, вручную добавляла элемент 1 и 4, но вручную добавлять элементы в список не совсем удобно, да и, можно сказать, неправильно. Для этого существует специальная команда, которая называется append. То есть мы сначала указываем список, потом команду, потом в скобочках мы указываем, что именно мы хотим добавить. Например, я хочу добавить еще одну строчку. Давайте заново распечатаем наш список, посмотрим. Да, он добавился, и вы можете обратить внимание, что элемент добавился именно в конец. То есть команда append добавляет элемент в последнем вашем списке. Например, если вы хотите поместить новый элемент в какое-то специфическое место, вы точно знаете, под каким индексом он должен быть, вы можете использовать другую команду, которая называется insert. Первым параметром вы указываете индекс, то есть место, на которое нужно поместить элемент. Давайте поместим новый элемент вторым, то есть под индексом 1. Это будет число 100. Да, как видите, 100 теперь у нас стоит ровно на том месте, на котором мы указали, а все другие элементы подвинулись правее от него. Как в списке можно добавлять элементы, так их можно и удалять. Для этого тоже есть специальная команда. Команда remove. Давайте удалим наше 100, которое только что добавили. Проверим, удалился ли этот элемент. Да, его действительно теперь нет. Но с функцией remove тоже нужно быть осторожным, потому что она тоже удаляет только первый элемент с таким значением, который встретит в этом списке. Если бы наше 100 встречалось еще бы и в конце, например, списка, то функция remove его бы не удалила. Также иногда приходится эти списки сортировать по быванию, по возрастанию и так далее. И для этого в питоне тоже есть специальная функция. Она так и называется sorted. Давайте с вами создадим какой-нибудь список с числами. Напишем их специально не в том порядке. Проверим, как сработает эта команда. Да, вы видите, теперь все числа стоят по возрастанию. Но здесь тоже есть маленький момент, который обязательно нужно учитывать. Теперь я заново вызываю список numberList. И снова вижу, что мои числа опять не отсортированы в нужном порядке, потому что вот в таком написании функция просто распечатывает вам ваш список в отсортированном порядке, но сам список никак не меняет. Поэтому если вы хотите сохранить ваш результат отсортированным, можно поместить вот этот результат в новую переменную. Например, давайте создадим переменную sortedList, приравняем и проверим. Да, теперь в этом списке все наши элементы отсортированы так, как бы нам хотелось. Сортировать можно, кстати, не только числа, сортировать можно и строчки. Можно создать, например, список с элементами, которые будут считаться строчками. Давайте просто добавим букв в разном порядке. И сделаем то же самое. Да, они отсортировались в алфавитном порядке, как бы мы и хотели. Давайте теперь с вами попробуем написать небольшую программу, которая должна спрашивать у пользователя пять чисел, а потом добавлять эти числа в список. Для начала нам нужно создать список, в который бы мы хотели добавлять эти наши элементы. Давайте снова используем название MyList. Затем нам нужно написать цикл, который бы пять раз просил пользователя ввести число. Для этого мы можем воспользоваться циклом forNumInRange. И в range укажем, сколько раз наш цикл должен сработать. Пять раз. А дальше мы используем уже знакомую вам команду input, которая запрашивает у пользователя какую-то информацию. Он ее вводит, и она ее считывает. В input мы можем с помощью строчки указывать конкретно, что мы хотим. Давайте напишем «Введите число». Чтобы то, что пользователь ввел, автоматически превращалось в число, добавим команду int. Назовем это переменной x, чтобы это куда-то сохранялось. Давайте проверим, как это работает. Да, вот у нас спросит ввести число. Мы введем один и так далее. Мы ввели пять чисел. На этом цикл-то и закончился, потому что больше ничего мы и не просили. Второй пункт задачи — это добавить все эти элементы в наш список. Поэтому внизу мы дописываем еще одну строчку. MyList.pend.x. И давайте в конце распечатаем наш список, чтобы убедиться, что все введенные пользователем элементы там оказались. Да, как видите, я ввела один, два, три, четыре, пять, и они все записались в наш список. Но давайте теперь усложним задачу и будем добавлять в список только те числа, которые четные. Для этого нам нужно в программу добавить условия. Теперь, когда пользователь вводит нам число, мы должны проверять, является ли оно четным. То есть делится ли оно на два без остатка. В питоне есть возможность не просто делить, а делить через процент. То есть наш x делить вот такой командой на два. Эта функция вернет нам остаток от деления. Если его нет, она вернет ноль. Если он есть, то там будет какое-то число. То есть, например, если я четыре через процент разделю на два, я получу ноль. Если я пять попытаюсь делить на два, я получу остаток. Соответственно, все четные числа делятся на два без остатка. Поэтому мы должны проверить, делится ли наше число, введенное пользователем, на два без остатка. Ну и пишем такое условие. Если x деление через процент двойное равно потому, что мы проверяем, а не приравниваем равно нулю, тогда в таком случае добавляй элемент в наш список. Давайте проверим. Да, как видите, в мой список попали только те элементы, которые делятся на два без остатка. Ну и чтобы не оставлять нашего пользователя в неведении, давайте пропишем условие else, которое в случае, если число нечетное, давайте попросим введите четное число. Если пользователь все-таки введет нам нечетное число, чтобы он увидел сообщение об этом. Давайте скажем, что его число не делится на два без остатка. И давайте проверим. Я введу нечетное число. Программа выведет мне на экран сообщение о том, что три не делятся на два без остатка. Дальше я введу четное, еще четное, снова нечетное. Оно снова мне об этом скажет. И снова скажет. Так оно спросит пять раз. И все числа, которые четные, добавят в наш список и его распечатают. А иногда бывает так, что у вас уже есть какие-то данные в вашем списке, но в них есть какая-то грязь, которую нужно вычистить, чтобы она не мешала дальнейшему анализу. Давайте представим, что у вас есть некая колонка в таблице, некий список, в котором содержится значение, вы хотите как-то их анализировать, но в них присутствуют лишние символы, и они вам мешают. Например, знак процента. Попробуем избавиться от этих лишних символов и записать новый список с чистыми значениями, которые было бы удобно анализировать. Для этого нам опять понадобятся циклы. Давайте создадим наш список, который назовем clean list, потому что в нем будут храниться только чистые значения. И опять же мы будем ходить циклом for по нашему листу и проводить некие манипуляции по очистке с каждым элементом. Что нам нужно сделать в данном случае? Так как мы видим, что эти элементы — это строчки, мы можем воспользоваться функцией replace и просто заменить процент на ничто. Тогда он просто исчезнет. Ну и чтобы сразу превратить нашу строчку в число, добавим команду int, обернем наше число в функцию int и дадим имя этому новому элементу. Давайте попробуем распечатать для начала его, чтобы убедиться, что мы все сделали правильно. Как видите, теперь у нас есть просто чистые числа, с которыми дальше мы можем проводить какой-то анализ. Осталось только добавить эти чистые значения в наш новый список. Мы удаляем print, пишем название нашего листа для чистых значений, команда append. О, здесь у меня опечатка clean без A. Поправим. И давайте посмотрим, что получилось. У нас получился список с чистыми значениями. Наверное, вы уже поняли, почему в самом начале урока я сказала, что списки — это то, с чем мы сталкиваемся буквально каждый день, потому что уж очень они похожи на строчки в обычных таблицах, с которыми мы работаем. Давайте представим, что у нас есть некие данные о преступности в разных населенных пунктах. Вот у нас есть список crimes и количество преступников, совершивших преступления в разных городах. Если бы у нас была задача выяснить, в каком городе больше всего совершается преступлений, вы, наверное, могли бы мне сказать, что мы для этой цели можем просто использовать функцию max, в скубочках написать наш список. Она вернет нам самое большое значение в нашем списке. Кстати, по такой же аналогии работает функция min. Технически этот ответ можно считать правильным, но практически нет. Потому что по такой логике, например, Москва всегда была бы самым преступным городом, потому что в ней просто находится очень много людей. Поэтому мы должны нормировать количество преступлений или преступников на количество людей, которые живут в этом населенном пункте. Поэтому нам понадобится еще одна строчка, в которой как раз будут данные о населении. И чтобы нормировать этот показатель, мы делим количество преступлений на население и умножаем на тысячу, потому что мы хотим узнать количество преступлений на тысячу человек, проживающих в этом населенном пункте. То есть нам нужно брать каждый элемент в списке crimes, делить его на тот же порядковый элемент в списке population и умножать на тысячу. Давайте снова используем наш цикл for i in range. Только наш range должен чем-то ограничиваться, и в данном случае это будет длина списка с нашими преступлениями. Давайте распечатаем наш i, чтобы посмотреть, что это такое. И мы видим, что это на самом деле индексы наших элементов в нашем списке. То есть если я напишу следующую команду, и в квадратных скобочках укажу i, то будет происходить следующее. По индексу мы будем обращаться к списку и доставать из него элементы. То есть для этого нам не обязательно ходить отдельными циклами по каждому из списков population, crimes отдельные, что-то считать. Мы можем просто использовать в данном случае i как индекс этих элементов. То же самое мы можем сделать с элементами в списке population. Мы сразу указываем, что мы делим одно на другое. Да, и мы уже получили какие-то значения, но они все еще не совсем правильные, потому что мы не умножили на тысячу из нашей формулы. В общем-то, по сути, все. Вот мы решили нашу задачку, потому что мы получили нормированное число преступлений для каждого из этих населенных пунктов. Но давайте мы сохраним это все в новый список. Назовем его normcrimes. И теперь мы эти элементы не будем печатать, а мы будем их просто добавлять в наш список. И давайте попросим нашу программку в конце распечатать этот список. Вот мы получили нормированные значения, которые уже можно использовать в своем материале для какого-то дальнейшего анализа. Если я перенесу этот список вот сюда и добавлю, например, сверху еще один список, в котором бы хранились имена этих городов, вы буквально можете увидеть здесь уже в этом настоящую табличку. Если бы мы каждый из этих списков объединили бы в один большой, например, вот так, создаем список с помощью квадратных скобочек, добавляем туда city names, crimes, population и нормированные показатели, то мы просто с вами видим здесь обычную табличку, которая, например, в Numbers или Excel выглядела бы вот так. Ну и чтобы задачка была еще более жизненной, добавим сюда еще несколько заданий. Например, мы хотим узнать сумму всех преступлений, сумму всего населения и нормированный показатель для всех преступлений. Чтобы это сделать отдельно, мы можем с вами применить функцию sum. Нам не нужно ходить циклом по всем элементам и складывать его одним с другим. Это слишком долго и неудобно, поэтому в питоне есть отличная функция sum, которая складывает все элементы в списке и возвращает нам только то, что нужно. Давайте дадим ей название. То же самое сделаем для населения. И теперь мы можем посчитать общий нормированный показатель. Мы просто делим total crimes на total population, умножаем на тысячу и получаем наше значение. Можем тоже дать ему название, например, total norm и добавить каждую из этих переменных в конец списка. И вот у нас с вами получились списки со всеми значениями, которые мы могли бы использовать в дальнейшем анализе или в своем материале. Нам бы их оставалось только записать в Excel-файл или CSV-файл, но об этом мы расскажем в следующих уроках. Если вам понравился этот выпуск в мастерской, вы можете оформить небольшое пожертвование. Мы этому всегда очень рады. А если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете задавать их в чате мастерской в Телеграме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...